МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Обратный отчет. Уборочная кампания в регионе близится к завершению. Работа найдется для всех. Комиссии по содействию занятости населению предлагают помощь в трудоустройстве. Реальная история в интервью программе. Трудное детство и счастливое будущее. Как построить свою жизнь ребенку из детского дома. Большой педсовет. Задачи и ответы. В канун нового учебного года педагоги определили планы и наградили лучших. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе сельскохозяйственные предприятия Гомельской области завершили массовую уборку зерновых. Исключение составили Проса и Гречка, которые тоже входят в эту группу. Таким образом, общеобластной урожай в этом году составил почти 600 тысяч тонн. После уборки на зерно кукурузы эта цифра должна увеличиться до миллиона тонн. А пока все внимание заготовки кукурузы носилось. Будут корма, будут мясо и молоко. Ситуацией на полях и планами аграриев поинтересовались наши корреспонденты. У всех, кто был занят на уборке зерна, этот год в памяти останется, наверное, надолго. Такой тяжелой страды не было уже давно. Часть пассивов погибла в результате продолжительной засухи. А многое из того, что осталось, оказалось не лучшего качества. Чтобы свести потери к минимуму, приходилось прилагать значительные усилия. Трошки больше регулировок, чтобы было меньше потерь. И так зерна мало. А сделать по минимуму все. Самые меньшие, низкие потери, чтобы были. Почти 600 тысяч тонн собранного зерна для Гомельской области явно не лучший показатель. Вместе с тем, сельхоз предприятиях уверены, их вины в том, что общеобластной каравай 2018 оказался не самым весомым, нет. Ситуация тем более неприятная, что в этом году проведена большая подготовительная работа. И выполнены все агротехнические требования. Если бы была погода, нам повезло немножко с погодой, мы бы получили другой результат. У нас сегодня были внесены удобрения в большем том году. Техника отремонтирована к уборке практически 100%. Это такого года у нас, как по ремонту техники, с помощью губернатора у нас такого никогда не было. Мы практически комбайны, которые стояли годами, не ремонтированы, списаны, мы их все восстановили. Пожалуй, основная часть работ проводится в акционерном обществе «Гомсельмаш». Ничего удивительного в этом нет. Такой технической базы нет ни на одном другом предприятии. Тем более, что это не просто ремонт, а по сути модернизация комбайнов, которые выработали свой ресурс. Работа продолжается. Следующий сельскохозяйственный год должен стать более благоприятным и готовиться к нему нужно уже сегодня. Что касается сельскохозяйственных организаций, для них сегодня главная забота – уборка кукурузы на силос. По большому счету, речь идет о продовольственной безопасности. Получится заготовить достаточные объемы кормов, будут в магазинах и мясо, и молоко. В агрокомбинате «Холмич» Реческого района сильные дожди, прошедшие в минувшую субботу, процесс заготовки кормов немного замедлили. Тяжелая техника просто не могла выйти в поля. Однако рабочий ритм довольно быстро восстановили. При этом только кукурузы в хозяйстве не ограничились. Второй год здесь выращивают сорга – культуру, известную также как суданская трава. Ее плюс – наличие в растении сахара. В сочетании с кукурузой получается особенно полезный корм. В определенной степени это аналог сахарной свеклы, которую когда-то добавляли в рацион общественного стада. Однако сорга более легко выращивать, а заготовка проводится обычным кукурузо-уборочным комбайном. К тому же суданская трава очень неприхотлива. Сорга не так зависит от влаги. Это южное растение, это же, как говорят, суданская трава. И мы сьем обычно его в конце мая, где-то после 25-го. И вырастает оно нормально. И вот этой весенней влаги, которой не хватает обычно, оно переносит. И, в принципе, два года мы уже занимаемся им, сорга. И вот в этом году даже засуха какая была, сильно не повлияла на сорга. Учитывая важность заготовки кормов из кукурузы, этому процессу сегодня особое внимание на всех уровнях. Контроль за качеством будет вестись постоянно. Впрочем, для самих аграриев это скорее даже плюс. При работе без замечаний можно будет не только хорошо заработать, но и получить бонусы в виде подарков. Продусмотрены за качество измельченного корма для комбайнеров, которые заняты на заготовке зеленой массы. Это тем качественнее измельчен этот кукурузный силос, тем больше расценка. Она будет увеличиваться тоже самое до 40%. Плюс к этому ко всему. Это за качество. Качество будет контролироваться нашими службами ветеринарными, аэрономическими практически каждый день. Ставится будет каждый лист, каждый день качества уборки. Хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. За неудовлетворительные, конечно, доплачивать никто не будет. Кроме этого, распоряжение губернатора, все, которые, мягко сказать, поработают хорошо, без нарушения технологических регламентов измельчения зеленой массы, будут прошраны за счет средств областного исполкома. Это будут куплены им или телевизоры, или холодильники. Областные дожинки на Гомищине проводятся в канун Дня работников сельского хозяйства. В этом году праздник отметят 18 ноября. Будут ли внесены коррективы в эту традицию, пока неизвестно. Однако впереди еще много работы. Кстати, что касается заветного для области миллиона тонн зерна, с учетом кукурузы у аграриев есть все возможности достичь этого результата. У нас кукуруза уже будет готова к уборке зерновых. Можно будет со всей недели начинать убирать ее на зерно. Я думаю, что если то, что мы запланировали, без срыва 65 тысяч гектаров убрать, то мы тогда выходим на миллион, да. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Сегодня в Беларуси действует 143 комиссии по координации работы по содействию занятости населению. В нашем регионе они созданы при всех райисполкомах, Гомельском горосполкоме и администрациях областного центра. Вся информация о работе комиссии размещена на сайтах местных администраций. Куда обращаться при трудоустройстве и насколько эффективна оказываемая помощь? Ответы на эти вопросы наши корреспонденты искали в Будокошелевском районе. Ситуацию на рынке труда Будокошелевского района назвать сложной нельзя. 325 вакансий на 75 официально зарегистрированных безработных. Причем часть людей из этого списка сейчас находится в процессе трудоустройства или получения новой профессии и, скорее всего, изменит статус. При желании и отсутствии медицинских противопоказаний сегодня жители района могут получать самые разнообразные профессии от рабочего по обслуживанию зданий и машиниста котельной до водителя и парикмахера. Причем, кроме управления по труду, обратиться можно также в районную комиссию по содействию занятости населения. Заседание комиссии проходит два раза в месяц, где обсуждаются результаты мониторинга проведенного, формирование базы данных. Члены комиссии консультируют по возникающим вопросам часть реализации декрета номер 3. Комиссия готова принять любого человека, у кого есть трудная жизненная ситуация, на предмет освобождения от уплаты по предъявляемым налогам. Значительное увеличение количества обращений в районных комиссиях ожидает в декабре. Дело в том, что с начала следующего года неработающие граждане должны будут оплачивать ряд коммунальных услуг по себестоимости. Вернуть льготы сможет только комиссия, в составе которой представители исполнительной власти, профсоюзов и практически всех сфер экономики. Правда, непосредственно в комиссиях советуют не ждать нововведения, трудоустроиться или стать индивидуальным предпринимателем. Своё производство житель деревни Потаповка называет утилизатором древесины. После получения в мае этого года безвозмездной субсидии он изготовил специальное оборудование и теперь получает из древесины востребованный на рынке уголь. Хотя только этим проект не ограничивается. В следующем году предприниматель планирует создать биовегетарий, где будут выращиваться ягоды. Практически бесплатное тепло для обогрева теплицы можно будет получать от действующей печи. Покупается за счёт реализации угля, а с побочным продуктом является тепло, которое пойдёт мне на отопление теплицы. Поэтому это просто начальный этап котельный, который будет впоследствии здесь стоять в теплице. Олег Синтеров, Алексей Немкевич, Евгений Макеенко. Новости недели. До начала нового учебного года меньше недели. К этому событию ответственно готовятся дети, родители и педагоги. Пока одни докупают необходимую школьную амуницию, другие обсуждают пути совершенствования региональной системы образования. На уходящей неделе в Гомеле прошла педагогическая конференция, на которую пригласили около тысячи учителей со всех районов области. Во время масштабного ежегодного мероприятия подвели итоги работы системы образования за прошлый учебный год, определили задачи на будущий и наградили лучших. Все подробности в репортаже Дмитрия Котова. Лучшая оценка работы педагога – это успехи его учеников. Высокий профессионализм своих учителей неоднократно подтверждали учащиеся Гомельской области. К примеру, они лучшие в стране по итогам централизованного тестирования. Надо отметить, что в последнее время сравнялся уровень подготовки в городах и сельской местности. Самый высокий балл по ЦТ у выпускников Реческого района. Прошлый учебный год стал удачным и для олимпиадников. Напряженная и плодотворная работа тандема «Учитель-ученик» позволила школьникам региона оказаться среди лидеров. Три ключевых фактора. Это субъекты, толковые ученики, старшеклассники, которых нужно добрать, специалисты, подрихтованные, необъяковые специалисты, тренеры областного, городского, районного уровня. То есть это певная последовательная система подрихтовки. Это не то, что один человек. Потому что система отбора этих деток, когда они вышли на областный, тем больше республиканский уровень, это потребует работы немалой колькости людей. Знания, полученные в учреждениях образования, сегодня позволяют быть конкурентоспособными не только на республиканских олимпиадах и конкурсах. Хорошая подготовка помогает на различных международных интеллектуальных баталиях не просто достойно выглядеть, но и побеждать. Проходит ежегодно, и наши ребята успешно участвуют в Московской открытой олимпиаде. Наши ребята привезли диплом и в этом году. Два диплома со Всероссийской командной олимпиады школьников из Санкт-Петербурга. Также проходят и успешно для наших ребят олимпиады технокубок Москва проводятся совместно с Московским физико-техническим институтом. В этом году за парты в регионе сядут почти 16,5 тысяч первоклассников. Это на 500 больше, чем было в прошлом учебном году. В целом же 1 сентября на торжественную линейку придут около 154 тысяч школьников. Главная задача – обеспечить комфортные условия пребывания детей в учреждениях образования. И это касается не только образовательного процесса. Сейчас, кстати, больший акцент будет делаться на организацию школьного питания. В этом году мы взяли на себя очень высокую степень ответственности организация питания школьников, которой будет заниматься учреждения образования, районные отделы образования, управление образования. И вот это для нас новое в этом году. И мы ставим перед собой задачу, чтобы не подвести ни губернатора нашей области Владимира Дворника, который сегодня помог нам очень здорово в плане финансирования, приобретения технологического оборудования, техники. Во время своего выступления председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник отмечает необходимость усиления профориентационной работы. Он подчеркнул, что реальный сектор экономики сейчас переживает нехватку кадров. Начните с того, что уже сегодня посчитайте, сколько выпускников школ не поступили в ВУЗы, каков их потенциал, как они видят свое дальнейшее устройство. И начинайте работу с прицелом на следующий год. Схема, как я вижу, такая. Закольцевать на каждой территории в один гармоничный организм предприятия, школу, систему профтехобразования и работать на результат. Также председатель облсполкома подчеркнул значимость воспитательной работы. С момента принятия декрета номер 18 почти две трети признанных нуждающимися в госзащите детей вернулись в свои биологические семьи. Последние три года в нашем регионе самый низкий процент в стране – лишение родительских прав. Результаты хорошие, но пришло время эту работу совершенствовать. Для неоднозначных случаев создавайте по подобию смотровых комиссий, мобильный групп, совет заботы и опеки. Включите в него педагогов, медиков, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, милицию, обязательно сотрудников прокуратуры. И в спорных вопросах будете принимать решения коллегиально. Тем более, что опыт межведомственной работы дает положительный результат. Во время проведения совещания состоялась церемония награждения педагогов и руководителей отрасли. Тех, кто преуспел в своей профессиональной деятельности, чествовали под аплодисменты коллег. Дмитрий Котов, Игорь Морищенко, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих семи дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Вопросы совершенствования системы сбора вторичных материальных ресурсов оказались в центре внимания на заседании Гомельского облсполкома. О существующих резервах можно судить всего по одной цифре. В Гомельской области используется только около 27% от общего количества твердых коммунальных отходов. И хотя это больше, чем в среднем по Беларуси, но меньше, чем в ряде других стран. Ситуация тем более неблагоприятная, что часть отходов находится на несанкционированных свалках. Еще одно направление – организация раздельного сбора вторичных ресурсов. Пока здесь тоже есть над чем работать. В восьми районах области на каждую тысячу местных жителей установлено всего четыре контейнера для раздельного сбора. Отходы бумаги, стекла, электрического и электронного оборудования, полимеров, автомобильных шин – все это можно использовать более эффективно. Среди принятых решений также закрытие мини-полигонов в сельской местности с организацией централизованного вывоза коммунальных отходов от населения, создание региональных центров по переработке загрязненных полимерных отходов и ликвидация несанкционированных свалок при одновременной активизации профилактической работы. В регионе продолжается благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику». В ее рамках оказывается помощь детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Не остаются без внимания воспитанники опекунских и приемных семей, а также интернатных учреждений. Помощник президента Республики Беларусь и инспектор Погомельской области Юрий Шулейко и заместитель председателя облсполкома Владимир Привалов посетили семью, которая имеет статус многодетной. 1 сентября первоклассниками здесь станут сразу двое детей – Екатерина и Александра. Кстати, Екатерине в этот день исполнилось 7 лет, поэтому ей вручили еще и торт. Всего в рамках областной акции планируется собрать для первоклассников свыше 2000 портфелей. В Жлобине прошел благотворительный концерт республиканского марафона «Все краски жизни для тебя». Волонтеры БРСМ при поддержке артистов белорусской эстрады собирали средства для пятилетнего Тимура Мищенко. Мальчику с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящая реабилитация. Помочь семье в непростой жизненной ситуации приехали белорусские группы – «Лас Вегас», «Провокация», «Бай Сити», а также исполнители Ольга Сатюк, Дмитрий Королев, Макс Лоренц и другие. Билеты на концерт были полностью выкуплены. Все средства от их продажи будут перечислены на благотворительный счет. Сегодня в Гомельской области около 2,5 тысяч семей находятся в социально опасном положении. У каждой, безусловно, своя история и правда тоже своя. Но главное, в центре внимания более 4,5 тысяч детей, гарантом безопасности которых выступает государство. Когда гомельчанке Анастасии было 6 лет, ее маму лишили родительских прав. Девочку направили в детский дом. Эта крайняя мера применяется тогда, когда биологические родители не в состоянии выполнять свои обязанности. Так и получилось, что новой родней Насте стали педагоги Гомельского детского дома. Здесь она встала на ноги и сегодня, будучи самостоятельной, создала свою семью. Сейчас Анастасия, пусть и неохотно, вспоминает свое сложное детство, но каждый раз повторяет, у моих детей будет все по-другому. Вам, если не ошибаюсь, было 6 лет, когда вашу маму лишили родительских прав. Каким запомнился вот этот последний год жизни в семье? Ну, вот мою маму лишили, но она уже, будучи, была с другим мужчиной, жила, сожителем. И вот, когда он у нее появился, начались скандалы в семье, мама стала выпивать. Вам было 6 лет, но наверняка какие-то вот картинки, кадры в памяти до сих пор всплывают. Да, конечно, всплывают. О нас оставляли одних. Было время, что мы забыли заперти дома и как бы ничего не было кушать. Соседи звали мою бабушку, моего папу, маму, и вот она приносила нам через окно какую-то еду, потому что была дверь заперта на ключ. То есть чужие люди помогали? Ну, вот ярко еще помню, сожитель нашей мамы, когда там мы провинились, чем-то наказывал нас, плоть, вот мы становились в угол и стояли уйму времени. И у меня возникали такие мысли, вот стою я в углу, на коленях, да, не просто, да, на коленях стою в углу и сама себе думаю, ну ты же нам никто. Ты нам вообще никто, какой ты имеешь право нас так наказывать, да, я всегда думала, вот мама сейчас бы придет и скажет, вставайся, что вы тут стоите, кто вас наказал. Вот, а мама, ну, мужик сказал, значит, все, прав. Сидели мы на печи и не вылазили, не показывали нос, потому что до нас никакого дела не было, и если что-то не так, начинаются рухни, даже бывало так, что и рукоприкладство. Ну, вот, и сидели дальше. Молчки грязные, немытые, не чесанные. А мама в это время не мешала гостей? А мама в это время, да, хорошо гуляла, наши детские, ну, пропивала. Я просто, ну, не могу представить, что бы было со мной, если бы я не оказалась в детском доме. Я вот, я не жалею, что я там оказалась. В любом случае, для детей, родители, это самые родные люди, и наверняка даже вот в таких историях находятся тысячи оправданий. Есть такие, да, ну, это не про меня. Я не помню никакой теплоты в детстве, с детства. Я вот нас забрали в приют изначально, забирала деток, я постоянно ждала не маму, а бабушку, постоянно ждала качели. Там, я вот помню момент, были качели, высоко каталась, чтобы можно было за забором увидеть, приходит ли ко мне моя бабушка. Вы очень ждали ее. А сколько ей было лет тогда? За 70, около 75. Вот несколько предложений. Опишите, какими были годы пребывания в детском доме? Дружными, разнообразными. У нас было возможности выезда и в кино, и в театры, и на какие-то выставки, и поездка за границу. Наверное, 100% детей все куда-то выезжают. Ну, не исключение я. Это правда, что до сих пор, несмотря на то, что уже у вас самостоятельная жизнь, находите всегда минутку для того, чтобы зайти уже в родной коллектив, пообщаться, спросить, как дела? Да, это правда. Я живу недалеко, и очень часто с ними вижусь, с воспитателями, с администрацией, ну, вообще со всем коллективом, кто там работает. И мы не проходим мимо, всегда останавливаемся и спросим, как дела, как что, ну, вот так вот. Даже в другой раз иногда захожу туда вместе со своей дочерью. Говоря о вашей семье и будущем, наверняка и та шестилетняя девочка себе каждый раз проговаривала, у моих детей будет все по-другому. Да, я вложу в них все, что у меня есть, в детей своих. И, как бы, смотреть, как жили мои родители, и какой они... у них какая судьба была, какой у них был плюс жизненный, нет. Я такого себе не желаю, и никому такого не желаю. Идеальная семья, по-вашему, это как? Когда в доме... Приходишь домой, а тебе рады там дома, что тебя встречают, что тебя ценят, тебе звонят, спрашивают просто, как дела у тебя. Ну, интересуются, за тебя переживают, любят, ценят. Когда счастливы вместе. Когда счастливы, да, все вместе, когда просто можно выйти на прогулку и уже быть счастливым. И не думать ни о чем. Большое спасибо за то, что согласились на это интервью. Мы желаем вам успехов, и пусть в вашей семье будет большое, хорошее, светлое будущее. Спасибо вам большое. А теперь к новостям культуры. В Минске продолжается масштабный выставочный проект «Художник и город». Вот уже седьмой сезон он знакомит жителей и гостей столицы с лучшими представителями современного белорусского искусства. На этот раз в центре внимания творчество знаменитого художника-сюрреалиста и графика Георгия Скрипниченко. На площади Кубоколоса представлены репродукции картин мастера. Для широкой публики это уникальный шанс воочию увидеть собрание работ белорусского доли. А чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Пока минчане наслаждаются сюрреалистическими шедеврами искусства, у жителей и гостей города над Сожем появилась уникальная возможность познакомиться с гомельским постмодернизмом. Выставка с таким названием открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей. Удивить, впечатлить и вдохновить своего зрителя вызвались сразу два гомельских художника – Виталий Денисенко и Александр Сушков. Свобода творчества, смешение стилей, уравнивание возможностей профессионала и дилетанта – пожалуй, самые характерные черты постмодернизма. Произведения Виталия Денисенко и Александра Сушкова с легкостью укладываются в эти рамки. Оба авторы – любители экспериментов с цветом, формой и фактурой. Виталию Денисенко близка абстракция, которую он сравнивает с музыкой, создавая так называемые живописные симфонии. В творчестве Александра Сушкова преобладает фигуративная живопись, где есть почва для размышления и полета фантазии. Здесь же, во Дворце Румянцевых и Паскевичей, на уходящей неделе открылась выставка творческих работ известного гомельского художника Елены Машковцевой. К сожалению, автора давно нет в живых, но ее талант продолжает жить в картинах. Выставка «Чудесные мгновения. Бытия» от Елены Машковцевой включила в себя серию пейзажей, натюрмортов и портретов. На полотнах живописные природные уголки и колоритные трудовые будни сельской жизни. А в Музее фотографии и печати в филиале Музея истории города Гомеля открылась выставка под названием «Полешуки». Она состоит из работ фотографа Натальи Дорош. Черно-белые пленочные снимки демонстрируют волшебные сельские пейзажи, портреты и жизнь деревенских жителей в труде и покое. Это искренние пронзительные работы, которые, к слову, никогда не подвергались редактированию или обработке. Выставка приурочена к году Малой Родины, а представленные на ней фотоснимки наглядно рассказывают о таком колоритном и доброжелательном белорусском народе, как Полешуки. Еще одну экспозицию, приуроченную году Малой Родины, сейчас можно увидеть в Гомельской центральной городской библиотеке имени Герцена. Здесь разместилась персональная выставка фотографа Юрия Анипова. Она включила 24 авторских снимка. Главная тема – красота белорусской природы. Мастер обладает способностью уловить и запечатлеть то, что далеко не все видят в повседневной жизни. Юрий Анип по фотоискусствам увлекся еще в детстве. Снимать, обрабатывать пленку и печатать фотографии учился по книгам и журналам. С 2016 года он является членом фотоклуба «Максимус». Его творческие работы принимали участие в ряде выставок и публиковались на специализированных сайтах. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Гомельский городской молодежный театр готовится к открытию 27-го театрального сезона. Зрители ожидают премьера спектакля «Королева красоты». По сюжету за свое счастье воюют старая беспомощная мать и одинокая несчастная дочь. У обеих героинь пылкий темперамент, а потому в ход идут любые средства. Как ни странно, но за всем этим кроется глубокая история, рассказанная о любви и с любовью к людям. А тем временем Музырский объединенный Краевический музей всех желающих приглашает увидеть постоянно действующие экспозиции. Внимание у зрителей выставка декоративно-прикладного искусства, зал природы и археологии, музей народного творчества, экспозиция боевой славы воинов-интернационалистов и много других интересных проектов. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова